Скажи мне, в чём познание счастья? Скажи мне, в чём величие души? Не в том ли чувстве ожидания, что всё, конечно, впереди? Передо мной конечность, бесконечность, сливаясь воедино промелькнут, раскроет тайну свою вечность и сброшу, наконец, я бремя-пут. Душа, открытая познанию, достигнет высшей красоты, и сам приду я к пониманию своей несбыточной мечты. Нельзя объять, что необъятно, но не стремиться нам нельзя. Всё ясно, вроде бы понятно, а что понятно, и понять нельзя. Свой хрупкий чёлн в познание океан я бросил смело, полный дерзновенья, и получил я всё, что ожидал, и сверх того вселенных откровенья. Я высший разум встретил на пути и прикоснулся к тайне мироздания и испытания, от которых не уйти, когда достичь желаешь понимания. Николай Левашов Добрый день, уважаемые подписчики и гости моего канала. Сколько себя помню, столько и задавался вопросом о способностях человека мыслить, ходить на двух ногах и не падать при этом, выполнять какие-то физические действия, причём очень сложные действия, не задумываясь, практически на автомате. Так кто же мы на самом деле? Потомки человекообразных обезьян? Или создание более высокого разума, каких-то высших сил? Сразу хочу внести некоторую ясность. В комментариях к моим роликам иногда спрашивают, являюсь ли я историком по образованию, кем работал или работаю в настоящее время. Иногда называют лектором, а иногда плагиатором. Ведь подобное где-то и когда-то уже публиковалось. Но никому не придёт в голову обвинить в плагиате человека, использующего в своих расчётах известные и открытые ранее другими людьми формулы и законы. Я в своих роликах использую информацию, находящуюся в открытом доступе, и не заявляю о своём авторстве каждой строки, мною написанного, по той простой причине, что не могу физически прочитать весь материал на тему моего повествования. Могу лишь однозначно сказать, что на момент написания я не пытаюсь обойти вниманием тех людей, которые своими исследованиями и своими книгами натолкнули меня на те или иные выводы. И заранее прошу прощения у тех, кого по тем или иным причинам я не упомянул. Человек учится писать и читать с раннего детства. На первых порах он пользуется письмом для того, чтобы описать свои чувства, например, любовь к маме. Чтение он использует для накопления базовой информации, чему и учит нас школа. Некоторые на этом останавливаются, а другие идут учиться дальше. Причём высшие учебные заведения нас не заставляют накапливать в своём мозгу массу информации, которая может и не пригодиться за всю жизнь. В вузах нас учат ориентироваться в огромном потоке информации с целью её применения к какой-то определённой задаче для решения этой задачи. Может быть, поэтому я и не могу остановиться. Мне интересно всё вокруг. А когда находишь какой-то ответ на интересующий вопрос, то этим обязательно хочется поделиться. Что я и делаю? И не стоит искать в моих действиях какого-то второго дна. Его попросту нет. И так всё-таки о происхождении жизни на Земле и человек как частный случай этой жизни. Учёные естественных наук пытались объяснить появление человека как результат эволюции жизни на планете. Как результат мутаций человекоподобных обезьян, которые привели к появлению зачатка разума, в дальнейшем развившегося у человека. Теория эволюции Дарвина послужила теоретическим фундаментом этой научной позиции. Дарвин не был полностью уверен в своей правоте. Как это ни странно. Сомнения долго мучили его. И, наконец, без всякого принуждения со стороны, в рассвете своей научной славы Дарвин отказался от своей теории эволюции. Но так, во всяком случае, считают некоторые историки. К слову, замечу, что эта история с его отречением была оглашена некая Леди Хоуп, естественно, очень набожной женщиной. А дети Чарльза Дарвина этот факт полностью отрицают. Ну, так как других доказательств факта отречения Дарвина от своей теории нет, то делайте выводы сами. Принимать это или не принимать. Так или иначе, 24 ноября 1859 года Чарльз Роберт Дарвин опубликовал книгу «Происхождение видов путем естественного отбора или сохранения благоприятствующих пород в борьбе за жизнь», положив начало теории эволюции. Сегодня к теории Дарвина принято относиться с сомнением. Опрос, проведенный институтом Гэллопа, показал, 45% взрослых американцев свято верят в божественное происхождение человека. 37% допускают эволюцию, но полагают, что ее запустил Господь. Божий промысел отрицают лишь 12% жителей Нового Света, которые готовы согласиться с тем, что человек – это биологический вид, возникший в результате естественного отбора. В Европе к теории эволюции всего сущего относится куда терпимее. 46% населения Германии считает, что Бог не играл в роли в создании Homo sapiens, и с ним согласны 41% населения Австрии и 33% швейцарцев. Самые жаркие споры вокруг происхождения человека разгораются сегодня в сфере образования. Громкий скандал случился не так давно в Сербии, где тамошний глава Министерства образования Лилиана Чолич решила вовсе вывести дарвинизм из школьной программы и заменить его на креационизм – доктрина о сотворении мира и человека Богом. Против восстали сразу несколько ведущих партий Сербии во главе с Социально-демократическим союзом, заявив «Замена научно обоснованной теории Дарвина на церковную догму отбрасывает страну на столетия назад». Госпожа министр подала в отставку. Дарвинизм не выморали из учебников, но осадок остался в виде карикатуры известного сербского художника Коракса, на который Чолич сбрасывает с лестницы старика Дарвина с обезьяной, а в класс просачивается священник в рясе. Аналогичная история произошла в Италии, где министр образования Летициа Маратти в отставку подавать не стала, но была вынуждена создать комиссию во главе с лауреатом Нобелевской премии 1986 года Ритой Леви-Монтальчини для работы над новым проектом школьной программы по биологии. Надо сказать, что ни одна из обеих доктрин – эволюционное учение или креационизм – не более научна, чем другая, так как невозможно доказать правильность ни одной из обеих доктрин, опираясь только на естественно-научные методы. Естествознание занимается процессами, происходящими в настоящее время, и не может охватывать уникальные события, произошедшие в прошлом. Поскольку сотворение сейчас не имеет места, оно не подлежит экспериментальному наблюдению и воспроизведению. А эволюция, в смысле возрастания упорядоченности мира, происходит так медленно, что ее также невозможно наблюдать и воспроизводить, даже если считать, что она имеет место. Информацию о возникновении Вселенной, жизни и всех форм жизни могут дать только исторические свидетельства и отпечатки прошлого, с учетом, разумеется, результатов естественных наук. В этом аспекте исследования происхождения Вселенной, жизни и всех форм жизни следует рассматривать как относящиеся к исторической науке и только частично опирающиеся на естественно-научные методы. В настоящее время в России, как бывшей атеистической стране, и, кстати, во многих европейских странах и штатах США, в курсах биологии средних школ и вузов преподается только одна доктрина эволюционизма при полном отсутствии однозначного профессионально-научного обоснования. Тем более, что все попытки построить физико-математическую, атомно-молекулярную или любую другую научную теорию универсальной эволюции закончились провалом. То есть, теория универсальной эволюции осталась чисто спекулятивной, ничем не подтвержденной гипотезой до сих пор. Стоит отметить наиболее одиозный провал Дарвина. Это предсказание им огромного количества промежуточных или переходных форм живых организмов, соединяющих различные ископаемые виды. В происхождении видов почтенный натуралист сетовал, что палеонтология пока не в силах подтвердить выдвинутую им гипотезу и надеялся, что это случится по перенакоплению новых данных. В противном же случае он выражал готовность отказаться от своих положений, поскольку эволюционная гипотеза оказывалась подорванной в одном из ключевых моментов. Изменилось ли положение с тех пор? Да, причем качественно. Можно считать без каких-либо натяжек, что вся совокупность данных блестяще опровергла предложенный Дарвином механизм видообразования ввиду полного отсутствия переходных форм. Собственно говоря, такой результат нетрудно было предсказать. Если бы дарвиновский принцип работал, нынешний мир животного был бы куда разнообразнее. Мы бы наблюдали те самые переходные формы, причем в большом количестве. С этой проблемой столкнулся Дарвин и фактически признал отсутствие современных свидетельств эволюции. В итоге эволюционное учение было полностью подорвано. Теперь можно лишь рассуждать о том, во что верить, а во что нет. Атеисты еще больше укрепляются в эволюционном учении, религиозные люди, в креационизме. Николай Викторович Левашов, наш с вами современник, к огромному моему сожалению, безвременно покинувший мир живых, писал Вселенная Загадка жизни Как из мертвой материи возникла жизнь? Почему те же самые атомы, соединившись в другом порядке и количестве, создают органические молекулы, синтез которых и эволюция рождают жизнь, живую материю? Загадка жизни Как эта жизнь возникла, развивалась? Почему возникло многообразие форм жизни? Откуда появился на земле человек? Спущен он к нам за грехи свои с небес, из райских садов на землю, чтобы искупить их перед Господом Богом? И если не Бог, то кто же тогда и почему привез человека на планету Земля? Откуда появились столь различные человеческие расы? Почему человек может мыслить? Что происходит с человеком в момент смерти и после нее? Есть ли душа? И если есть, тогда что же это такое? Куда она уходит и почему? Есть ли ад и рай? Если та, то где они? Почему остальные, продолжающие жить, не видят и не слышат этого? И только люди, побывавшие в состоянии клинической смерти, после говорят, что они видели ангелов, которые их встречали, что открывался перед ними светящийся канал, в который их начинало затягивать, но по тем или иным причинам они опять возвращались к жизни. Следующий мой ролик будет продолжением этого. Оставляйте свои комментарии. Подписывайтесь на мой канал. Здесь не скучно. До свидания. Мир вашему дому. До встречи.